а на сегодня обзор всего лишь одного клинка хотя принципе всего 7 катаю сейчас для вас именно для сайта из семи штук вот один я сделал с продольным сатином вот такие вот пироги у нас на сегодня равномерная кромочка вас от жара стоит неимоверный но ответь дело не в жаре при продольном сатине когда вот еще сатином таким вот вот этих вот царапочек вот этих вот не видно крупных которые попадаются вот-вот на отблеске хорошо видать когда я их доведу довожу уже до такого состояния они становятся видны вот этот клиночек сегодня уже уйдет на сайт но в чем прелесть сегодня я не дело в том что обычно ручной сатин там стоит там вот например такой клинок я встречал за три тысячи с чем-то это за работу плюс стоимость клинка то есть из примера его стоимость там допустим ну не знаю это с 90 в примеру пять с половиной тысяч прибавлять еще три тысячи и получается 9000 а в данном случае именно в моем случае это будет дороже на немного то есть там рублей на 700 800 всего лишь потому что я как всегда усовершенствуюсь то есть в металлообработки и поэтому ну как бы сделал так чтобы мне это было проще вот такой вот сатин нагонять мне еще проще сделать сатин более крупным но он такой матовый получается матовый да а если какой-то зеркальный не вышел в итоге и вот я пока сейчас думаю с теми клинками 6 оставшимися как сделать либо просто сатин такой матовый оставить либо стандартной поперечной машины и такой вот и все поэтому обзор короткий и наглядный этот клиночек сегодня уже будет на сайте по доступной цене никаких 3000 сверху нет мне это не интересно то есть это вам не интересно думаете только да нет это и так же и мне не интересно потому что как говорится продавать ладу гранту за три миллиона потому что ее отполировали но это не дело также и клинок не дело продавать там на 3000 дороже за то что у него продольная ручная вот этого шлифовка вот и все на этом а дальше дальше еще предлагаю потому еще буду приглашать вас на обзор 6 оставшиеся кликов из этой же марки стали не жареющий с 90 вы а еще у меня мечта такая когда ко мне приедет клинок а у меня есть один клинок из этой марки стали на возврат который убила курица вот так вот при разделке курица у нее кромка крошилась так вот я его заточу и попробую попробую вам сделать тест причем тест будет такой прям краж прям вот прям краж краж тест ну не знаю если получится мне все это сделать то вместе со мной все это дело увидите надеюсь что так и будет на этом все коротко и о главном до новых встреч на новых обзорах здравствуйте а на сегодня обзор всего лишь одного клинка хотя принципе всего 7 катаю сейчас для вас именно для сайта и из семи штук вот один я сделал с продольным сатином вот такие вот пироги у нас на сегодня равномерная кромочка вас от жара стоит неимоверный но ответь дело не в жаре при продольном сатине когда вот еще сатином таким вот вот этих вот царапочек вот этих вот не видно крупных которые попадаются а вот 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 на отблеске хорошо видать когда я их доведу довожу уже до такого состояния они становятся видны вот этот клинок сегодня уже уйдет на сайт но в чем прелесть сегодня я не дело в том что обычно ручной сатин там стоит там вот например такой клинок я встречал за 3000 с чем-то это за работу плюс стоимость клинка то есть из примера его стоимость там допустим ну не знаю это с 90 в примеру пять с половиной тысяч прибавлять еще три тысячи и получается 9000 а в данном случае именно в моем случае это будет дороже на немного то есть там рублей на 700 800 всего лишь потому что я как всегда усовершенствуюсь то есть в металлобработке и поэтому ну как бы сделал так чтобы мне это было проще вот такой вот сатин нагонять мне еще проще сделать сатин более крупным но он такой матовый получается матовый да а если он какой-то зеркальный мне вышел в итоге и вот я пока сейчас думаю с теми клинками шестью оставшими себя как сделать либо просто сатин такой матовый оставить либо стандартной поперечной машины и такой вот и все поэтому обзор короткий и наглядный этот клиночек сегодня уже будет на сайте по доступной цене никаких 3000 сверху нет мне это не интересно то есть это вам не интересно думайте только да нет это и также и мне не интересно потому что как говорится продавать ладу гранту за три миллиона потому что ее отполировали но это не дело также и клинок не дело продавать там на 3000 дороже за то что у него продольная ручная вот этого шлифовка вот и все на этом а дальше дальше еще предлагаю потом еще буду приглашать вас на обзор 6 оставшихся клинков из этой же марки стали не жареющий с 90 а еще у меня мечта такая когда ко мне приедет клинок а у меня есть один клинок из этой марки стали на возврат ну которые который убила курица вот так вот при разделке курица у нее кромка крошилась так вот я его заточу и попробую попробую вам сделать тест причем тест будет такой прям краж прям вот прям краж краж тест ну не знаю если получится мне все это сделать то вы вместе со мной все это дело увидите надеюсь что так и будет на этом все коротко и о главном до новых встреч на новых обзорах данные это когда чуть-чуть поглубже копаю когда вот тут вот идет блестящий вот этот повыше то показывает 60 60 с половиной единиц вот здесь уже 61 и 8 если еще глубже копнуть вот сюда там еще содрать десяточку там еще будет больше это потому что ты так закаливаю чем ближе к середине тем больше твердость чем ближе к поверхности тем меньше твердость моему давно но уже спрашивали меня как-то не раз по поводу тюрьмички смотрите видите полоска по центру это не начерчено это не я нарисовал это сталь как трехслойник хотя это стали не трехслойные просто я все марки что 9 х риф что вот это вот с 90 вы я закаливаю так чтобы в середине сердечник был самой максимальной твердости а все что ближе краю вот сюда вот то уменьшалась уменьшалась и то есть уменьшалась селёбки наоборот по максимуму и вот так вот у всех леков прорисовываются вот такие вот сердечники с максимальной твердость да я умею поколить и не обязательно сделать трехслойный ковать